Здравствуйте! Сегодня у нас Lenovo S820, и мы будем менять на нём сенсор. Только сенсор. Вот такой у нас сенсор. Откручиваем 6 винтов и снимаем заднюю крышку. Затем отшёлкиваем все коннекторы. Откручиваем 2 винта, которыми прикреплена плата. Отрываем кнопку включения и кнопку громкости от корпуса, потому что она посажена на двухсторонний скотч. И отгибаем плату. Она, кстати, тоже чуть-чуть приклеена. Затем снизу отшёлкиваем коннектор нижней платы и убираем плату в сторону. Нагреваем модуль до 90 градусов и отделяем его от рамки. Если использовать металлические предметы так, как я, края должны быть обязательно неострыми и окрульными, для того, чтобы не царапать корпус. Или вот так визиткой. Так меньше шансов убить дисплей. Затем вставляем металлическую лопатку между дисплеем и корпусом. Стараемся оторвать дисплей, потому что он приклеен и посередине тоже. При этом всё, не забываем регулярно подогревать, так как дисплей остывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, дисплей снят. Приклеен он вот в таких местах. И по кругу также. Проверяем роботоспособность для скептиков. Всё работает, ничего мы не повредили. Затем поддеваем один из углов, чтобы видно, что теперь расслоится клей, и в этот слой вставляем проволоку. Всё это делается для того, чтобы не повредить поляризатор. Затем фиксируем дисплей на сепараторе, и уже уверенными движениями продолжаем срезать. Так, дисплей срезан. Будем очищать клей. Клей очищается в данном случае очень плохо. Не факт, что на всех Lenovo S820 так плохо будет очищаться, но этот попал в очень тяжелый случай. Так, дисплей очищен. Ещё одна контрольная проверка. Всё работает, подсветку не залили. Тем будем наносить око-плёнку. Берём текстолит. Так как его толщина соответствует толщине до дисплея, с него удобно наносить плёнку. Ставим плёнку на дисплей. В данном случае берём плёнку от 6-го айфона. Её размер полностью соответствует размеру данного Lenovo. Фиксируем его на скотч. Ещё раз вытираем дисплей. Равним дисплей относительно плёнки. Снимаем второй защитный слой. И раскатываем плёнку валиком по дисплею. Плёнка заклеена. Итак, рамки на Lenovo у нас, конечно, нет. Поэтому будем приклеивать относительно корпуса. Вставляем дисплей корпус. Снимаем защитный слой из око-плёнки. Так ровненько приставляем сенсор. Затем фиксируем его посредине. И быстренько идём ставить ламинатор. Оставляем его на 5 минут. И всё. Итак, дисплей у нас готов. Всё получилось с первого раза. Никаких пузырей, ничего нет. Можно приклеивать. Приклеивать будем в рамку на клее Е8000. Так, ставим дисплей в корпус. Аккуратненько прижимаем. По сборке снимать не буду. Там ничего особенного нет. Затем использую такие зажимы, для того, чтобы на время высыхания клея дисплей хорошо зафиксировался в корпусе. Проверяем сенсор. Всё прекрасно работает. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео. До свидания.